вот чем они стали великими а там где где нет мозгов там люди думают что они сейчас побреют головы все вместе весь мир посмотрит на это и напугается подумает представляете какие какое у них там сплочение один знаешь я тебя больше конечно слушать не буду мсо извини но на этом закончилось не люблю людей которые так вот относятся тем более ты моложе мог бы хоть там какой-то вникнуть что-то где-то там написать людям вещаешь я у меня было интервью с журналистом зарубежного издания он сам европеец много говорит на русском языке вот мы с ним общались очень долго разговаривали и и в промежутке он мне задал вопрос по поводу вот этих вот вот этого бритья голов по указке или по примеру рамзана кадыров и он меня спрашивает вот скажи пожалуйста говорит а как почему он это делает для чего это делается какая цель и вот это тоже такой момент когда ты не знаешь как это объяснить европейскому человеку вот как ты ему это объяснишь действительно это же полный абсурд понимаете он не может понять для него это это ну он не может представить каким образом может допустим борис джонсон побрить голову и сказать так вот значит голова отдохнет это очень хорошая процедура бритье я запускаю такой значит флешмоб и что после этого весь кабинет министров великобритании парламент великобритании там все от мала до велика начали брить головы чтобы все бизнес предприятия государственные органы учреждения приказывали всем своим сотрудникам брить головы чтобы они угрожали значит где-нибудь там на заводе бентли руководитель завода говорил значит если механики все механики слесарей значит не побреют головы всех уволю вы можете себе такое представить и как этому человеку объяснить что что им движет я вот вчера когда он меня задал этот вопрос у меня такой раз такая непонятка я думаю блин а действительно зачем просто учил когда человек у человек грамотный он он по своему как-то мыслит он на это смотрит и он думает но это же полный абсурд у этого нет объяснения это невозможно объяснить но надо понимать что там нет там люди неграмотные там люди далеки от какого-то интеллектуального развития они совершенно иначе мыслят у них такое понимаете как бывают приматы он такой раз хочу бы мне сейчас голову не побрить и не заставить всех остальных ее побрить раз побрил я такой ну давайте все брейтесь и все тоже бреются и все думают что это смешно что это круто они думают что что они тем самым показывают какую-то сплоченность вокруг одного своего лидера вот он побрил голову мы все побрили головы он надел там кольчугу мы тоже все как шуты вырядились он он как-то разговаривает плохо на русском языке мы тоже будем говорить плохо на русском языке и вот все будут думать что это у нас такая сплоченность это идиотизм полный это полный идиотизм потому что сплоченность она должна выливаться в какой-то какой-то эффект допустим соединенные штаты америки вы видели какие у них бывают там ожесточенные дебаты они там друг друга ненавидят эти представители республиканцев и демократов да две партии исторически сложившиеся в америке они друг друга ненавидят постоянно у них там идет как какая-то война да условно понимание однако когда вопрос касается общих интересов американских они как единое целое выступают с позиции выгоды для самого государства с позиции интересов своего государства то есть в этом есть их сплоченность в этом есть их сила и поэтому мы сегодня видим насколько величественно это государство насколько оно сегодня это это самое мощное государства сегодня в этом мире. Мы видим европейские страны, развитые страны, у них тоже здесь огромная политическая система, там, противоречия, конкуренция, но тем не менее, когда вопрос касается какой-то общей безопасности, общих интересов, они опять-таки выступают с позицией этих интересов. И это и есть сплоченность. И вы никогда не встретите в этих развитых странах, чтобы лидер побрил там голову, и все остальные брили голову. Вот нет, понимаете, они не этим стали величественными. Они стали интеллектом, своей грамотой, своим стремлением. Вот чем они стали великими. А там, где нет мозгов, там люди думают, что они сейчас побреют головы все вместе, весь мир посмотрит на это и напугается, подумает, представляете, какое у них там сплочение. Один человек, значит, в падишах бреет голову и все остальные бреют. Да это вообще страшные люди, и все их будут бояться. Да нет, так это не работает уже давно. Да я вообще не думаю, что когда-либо в мире это работало. Если даже и работало когда-то, в какие-то древние века, может быть, кого-то бы это удивило. Сейчас это никого не удивляет. Дерзкая двойная двоечка. Саламу алейкум. Смотрел обращение Токтарова. Он сказал про свои слова, что он не это имел в виду, поэтому он обиделся и не будет тебя смотреть. А ты тогда виртуозно тоже скажи, что ты тоже не это имел в виду, и ты победишь. Раз поступил вопрос по поводу Токтарова, я только сегодня увидел вывеску из этого видео, где он говорит обо мне. До этого я видел текст, напечатанный где-то, но, честно говоря, не совсем мог понять, это фейк действительно, это он сказал или нет. И вот сегодня я увидел это видео. Давайте посмотрим его для начала. Есть такой правозащитник по неволе Тунсо. Часто там выступил, и даже обидно стало. То есть мою историю он не понял, не узнал, то есть сказал как-то поверхностно. То есть две ошибки сделал самых основных в том, чтобы мою, когда описывал мою позицию. То есть просто, получается, сравнял меня до уровня водителя голубого этого розового Мерседеса и все. Ну, как-то даже противное стало. Думаю, вроде тебя слушал тут. Ну, еще он. Спать собирался ложиться. Вот, видите, как бывает, надо. Hello, hello, hello. Так, у нас, может быть, ну, мы не говорим о дне, о том, что, понимаете, мою позицию сравняли с этим дном. Вот сейчас взяли и сравняли. То есть понятно, что он игрушка, понятно, что ему сказали, что сделать. Понятно, что то есть из его уста ругательство, как бы это, ну, нормально. И там, там, это все понятно. Но у меня-то позиция была другая. Я не оскорблял ни народ. Вот, я знал конкретно, кто, чего. То есть я аргументированно все полностью делал. И меня вот так вот сравнять, вот так вот, знаешь, ну, как-то, знаешь, то есть я тебя больше, конечно, слушать не буду, том, со, извини, но на этом закончилось. Не люблю людей, которые так вот относятся. Тем более ты моложе, мог бы хоть там какой-то вникнуть, что-то где-то там написано. Ты людям вещаешь. То есть получается сейчас две волны вранья. То есть одна со стороны вот этих вот пиарщиков, самопиарщиков, а теперь со стороны вроде бы как авторитетного правозащитника. Ну, черт такое. Пошли вы все тогда к черту. Не хочу даже больше разговаривать. Есть у меня мои люди, мой народ, и тогда буду вариться в своей каше. Ладно. После просмотра этого видео мне вспомнилось слова Кадыгры, когда помните, он такой, вот так настроение испортился. Тактарова, он вообще оказывается такой, знаете, мастер переобувания на ходу. Он может что-то сказать, а потом просто с таким невозмутимым лицом, очень таким добрым тоном он говорит, что его вообще неправильно поняли, что речь шла не об этом. Я, честно говоря, уже не помню, что я там по этому поводу говорил и не помню вообще, что он даже говорил. В целом, в общих чертах, я помню, что он восхищался Ермоловым. И одного этого для меня лично уже достаточно, чтобы дать оценку Тактарова. Это уже не первый раз, и как вы могли заметить, не я один возмутился по этим словам. В целом, и даже Александра Емельяненко ему подсказали, чтобы он выразил общее кадыровское даже мнение по этому поводу. Поэтому Тактарову нужно не обижаться, а свои взгляды менять и быть более осторожным в своих высказываниях. Если для него Ермолов человек, который целенаправленно уничтожал нас как народ, считая, что ни преступников каких-то, понимаете, ни врагов, его государства, а целенаправленно народ в свои какие-то кощунственные высказывания писал, которые сохранились и по сегодняшний день. И если его Тактаров считает героем, то, разумеется, он подписывается под всем тем, что говорит Ермолов. Поэтому у нас к нему отношения однозначные. И считая Ермолова героем, в эфире высказывая это мнение, при этом как-то там говоря еще, что там Кавказ это чуть ли там угроза какая-то, и вот с ними нужно бороться так, как это делал наш герой Ермолов. И потом после этого такой добренький такой дядя садится, и вот я его до сих пор слушал, значит, он меня так обидел. Это так это не работает. Со мной точно. Так что Олег Тактаров, я, конечно, очень огорчен, что ты больше не будешь меня смотреть. Но тем не менее свою позицию я, конечно, не поменяю. Ну и спасибо тебе большое, что не объявил мне кровную месть. Это очень модно стало после каких-то баталий со мной объявлять мне кровную месть. Хорошо, что ты не пошел на это. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому